Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Кто со мной еще не знаком, меня зовут Дация, я молодая мама, моему сыночку почти два года, и мы с мужем ожидаем своего второго малыша, который появится на свет в сентябре этого года. Сегодня мы продолжаем серию видеороликов «Беременность по неделям», и я расскажу, как же наши дела, как протекает моя беременность на неделях седьмая по десятую. Но перед тем, как начать, хочу напомнить о том, что хроники моей беременности также публикуются на YouTube-канале детского магазина Allant. Ссылки все оставлю внизу под этим видеороликом. Пожалуйста, проходите по этим ссылкам и поддержите не только мой канал, подписавшись и поставив лайк под этим видео, но и также подписавшись на канал детского магазина Allant. Магазин детских товаров Allant очень близкий и давний партнер моего канала и предложил нам с мужем поучаствовать в их проекте «Беременность с Allant». Мы, конечно же, с радостью согласились. Во-первых, потому что на YouTube-канале Allant очень много полезной информации, и там помимо хроник моей беременности можно узнать очень много всего полезного. И дополнительно, конечно же, Allant будет предоставлять нам самые прогрессивные и классные гаджеты, вещи, предметы, все, что, в общем, нам необходимо. Во-первых, во время моей беременности. Во-вторых, все, что нужно будет во время родов. И, конечно же, все, что нужно будет в жизни с маленьким новорожденным малышом. Так что у нас с вами впереди очень много интересного и увлекательного с точки зрения шопинга. Мы, кстати говоря, приступим к первым нашим покупкам уже на следующей неделе. Ну а пока поддержите наши каналы, подпишитесь на нас, поставьте лайки, пишите комментарии под видеороликами, которые вам нравятся. Ну и обязательно нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить новых выпусков. Если помните с моего последнего отчета первых недель беременности, я историю закончила тем, что отправилась к доктору на свое первое УЗИ. Это было на шестой неделе беременности, все, потому что терпения у матери нет. И, конечно же, сердцебиение мы на этом УЗИ не услышали. Доктор меня отправила домой в двухнедельное ожидание и сказала, возвращайся, когда будет ровно 8 недель, и тогда уже 100% сердцебиение мы услышим. Ну, собственно, это я и сделала. И, о боги, я действительно услышала сердцебиение малыша. Это сердцебиение было очень сильным, очень стабильным, 167 ударов в минуту, ровно так, как и должно быть на этом сроке. И в целом мое сердце, оно просто пело. Я успокоилась по поводу того, что, возможно, что-то не так, или эту беременность мы вовсе толком-то не увидим. Все было нормально. Отправилась домой из этого УЗИ в большом-большом восторге. Также мы назначили еще один визит к моему гинекологу для того, чтобы встать на учет и назначили дату, когда я должна прийти и сдать свои первые большие анализы. Но до этого еще произошло кое-что. Девятая неделя началась в моей жизни с небольшого такого волнения. По-моему, ближе к концу этой недели я заметила, что вдруг весь мой токсикоз и все мои симптомы беременности вот просто как рукой сняло. И тут я начала волноваться. Сразу у меня появилась куча мыслей. Я стала искать информацию, стала вспоминать истории моих подруг, их опыт, который говорил о том, что если симптомы беременности вдруг снимают как рукой в первом триместре, то это может быть повод для волнения. И, естественно, я отправилась на дополнительное УЗИ для того, чтобы посмотреть, все ли хорошо, бьется ли сердце, сделать все необходимые замеры и убедиться в том, что действительно с беременностью все в порядке. И, конечно же, с беременностью все было в порядке. Доктор мне сказала, что, слушай, радуйся, что тебя попустило и что твой токсикоз не мучает тебя вплоть до 13-14 недели. Когда наступает окончание первого триместра и чаще всего токсикоз идет на спад. На 10 неделе я вернулась в консультацию для того, чтобы сдать все свои анализы перед постановлением на учет беременных и получение обменной карты. И второе, я сдала генетический тест, благодаря которому я смогу узнать пол ребенка намного-намного раньше, чем обычные 16-17 недель, когда уже это можно сделать при помощи УЗИ. Для того, чтобы сдать этот тест, этот тест взятия крови, нужно дождаться минимум 9 недель и вуаля, по крови мамы можно определить ДНК малыша, посчитать все хромосомы и с точностью 99% определить пол будущего малыша. Собственно, это мы и сделали. Ждать нам нужно 10 рабочих дней и сразу для тех, кто будет сильно интересоваться, с какого же момента эти 10 дней начинают свой отчет, мы результаты этого теста получим приблизительно 3-4 марта. То есть это прямо перед моим днем рождения, день рождения у меня 8 марта, и сразу после этого на мой канал и на канал Алан, конечно же, полетит видеоролик с определением пола малыша, и, конечно же, мы его будем объявлять для вас. И вот только я вернулась домой, сдав эти анализы, я поняла, что мой муж чувствует себя плохо. Он весь день ходил с таким странным каким-то состоянием, и ночью его стало рвать. На утро мы поняли, что, скорее всего, это кишечная инфекция или кишечный грипп. Понадобилось 2,5 дня для того, чтобы мой муж восстановился, и буквально спустя еще 2 дня заболел мой ребенок. Его тоже утром начало тошнить, но, в отличие от взрослого человека, никаким другим образом это не повлияло на его состояние или здоровье. Весь день он бегал огурцом, спал хорошо, меньше ел, меньше пил, и, конечно же, я заботилась о том, чтобы мой ребенок в эти дни питался дробно, чтобы не провоцировать дальнейшую тошноту. Буквально один день, и все с ребенком было в порядке. Еще плюс 2 дня, и тут слегла я. Так же ночью, как и мой муж, я проснулась от того, что мне плохо, но меня рвало намного чаще, чем моего мужа. Если его вырвало всего раз, то я бегала раза 3 или 4, и последующие дни я была просто убита. Я зеленая вся лежала на кровати, еле-еле могла встать для того, чтобы хотя бы покормить ребенка. Назло, мой муж работал прям с утра и до ночи, и поэтому помощи не было абсолютно никакой. И я вам скажу, когда я в эти дни вспоминала свой токсикоз, я думала, что это просто праздник жизни. Потому что вот сравниться с кишечной инфекцией, в вопросе вот именно этого состояния, тошноты, когда тебя рвет, когда у тебя нет сил, когда тебя мутит, когда у тебя голова плывет, и когда у тебя в принципе нет никаких сил просто, чтобы встать и дойти хотя бы до туалета, вот с этим, ну, мне кажется, редко когда сравнится токсикоз. Ну, конечно же, за исключением случаев, когда действительно беременные женщины, они, правда, не могут выйти из дома, да куда-то из дома, из туалета не могут выйти, потому что все время в обнимку с унитазом. В моем случае, конечно же, токсикоз, он очень легкий, и таких страстей со мной не приключалось ни в первую, ну, пока, ни в вторую беременность. И думаю, не приключится, поэтому вот то, что происходило в дни нашей инфекции вот этой кишечной, это, конечно, что-то с чем-то. И вот по протяжении дней, наверное, четырех, я могу сказать, что я пришла после этого в норму. Я снова почувствовала себя человеком, у меня появилась энергия, я смогла заботиться нормально о своем ребенке. И, в общем, продолжать свою жизнь в привычном ключе. Единственное, что вернулся мой токсикоз, и я поняла, что действительно, по сравнению с кишечной инфекцией, эта легкая тошнота, это просто песня. Я абсолютно нормально могу функционировать, и не так-то это уж и ужасно. Не знаю, что добавилось на десятой неделе, так это то, что я с трудом чищу свои зубы. Как только зубная щетка продвигается чуть глубже по моим зубам, все, у меня начинается рвотный рефлекс, и я с трудом могу удержаться для того, чтобы меня не вырвало. Помнится мне такое же состояние и в первую беременность, когда я также с трудом чистила свои зубы. В отличие от первой беременности, в этот раз добавилась головная боль. Время от времени я чувствую, что у меня поднимается в голове давление, и также появляется головная боль, которая достаточно здорово мешает нормально функционировать. В случаях, когда болит голова, я пытаюсь найти момент для того, чтобы прилечь. Я пытаюсь пить больше воды и, в общем, как-то спокойнее проводить время. Также проветривать квартиру, чтобы было больше свежего воздуха. И если на улице не слишком холодно, то также с ребенком мы выходим на прогулки для того, чтобы дышать свежим воздухом. Препараты я пытаюсь никакие не пить, просто потому что в беременность лучше этого не делать. Единственное, что я принимаю каждый день, это витамины Элевит с фольвокислотой. Схожим симптомом беременности у меня огромная-огромная вздутие с живота. На самом деле, в первую беременность визуально живот был не так заметен, несмотря на то, что изнутри меня прям распирало. Во вторую беременность, как я уже рассказывала ранее, живот у меня появился значительно раньше и достаточно такого внушительного размера. Я бы сказала, что в большинстве случаев такой живот, он появляется, наверное, на месяце шестом-седьмом. В моем случае этот живот уже появился, по-моему, на неделе седьмой. Ну, в любом случае, достаточно рано. И вздутие, которое сопровождается этим животом, это просто что-то с чем-то. Действительно, очень часто подобное вздутие мешает нормально функционировать и создает большой-большой дискомфорт. Вздутие с живота, оно, конечно же, провоцируется гормонами, то есть это прогестерон, это эстроген, это релаксин и прочие гормоны, которые работают в организме женщины для поддержания беременности, что провоцирует расслабление гладкой мускулатуры организма женщины. И, следовательно, кишечник, который также является частью гладкой мускулатуры, он прям расслабляется. И в этом случае замедляется пищеварение, что, в свою очередь, провоцирует и вздутие живота, дискомфорт, и также частым симптомом является запор. Прошлая беременность, конечно же, этот праздник жизни меня сопровождал всю мою беременность, чего не могу сказать об этой беременности. Очень приятным обстоятельством является то, что в эту беременность у меня нет никаких запоров. Слава Богу, что, по крайней мере, этот симптом в этот раз обошел меня стороной. Какие же у нас еще различия между первой и второй беременностью? Во-первых, у меня, слава Богу, нет адского жора. Понятное дело, у меня есть некоторые предпочтения в еде, некоторые моменты, которые я замечаю, что мне какую-то еду уже не хочется. Ну, как, например, меня отшибло от кофе, мне не хочется абсолютно никакую рыбу, никакие морепродукты. Вот вообще ничего, что с этим связано. В мой рацион добавились йогурты, то есть сейчас для меня вот номер один продукт в моем холодильнике – это питьевой йогурт. Также, благодаря моей свекрови, которая угостила меня сушеная манго, я запала на сушеный манго. И все. Как только я его попробовала, я Арсу сказала, Арс, мы должны с тобой поехать в колхоз. То есть это магазин, где она приобрела этот сушеный манго. Мы должны с тобой обязательно купить этот сушеный манго. Я даже сейчас рассказываю, у меня прям слюни изо рта. Там я еще дополнительно увидела фундук в молочном шоколаде и в йогурте. И все, я поняла, что вот из сладостей – это единственное, что мне вот сейчас позарез нужно. И я не могу отсюда уйти, если я не куплю этот продукт. Но параллельно, конечно же, я не прошла мимо молочки. Там я взяла творог, я взяла сметану, я взяла еще питьевой йогурт. И счастливая с двумя пакетами всей этой красоты направлялась на выход. И тут я увидела выпечку. И нужно было мне, конечно же, остановиться. Остановилась я у батона свежего белого хлеба, который только-только вытащили из печки. И я поняла, что этот запах меня просто убивает. Тоже мой взгляд повернулся в сторону колбас. И, внимание, я захотела колбасы. Я колбасу не ем вообще. Вот вообще лет, наверное, 15, мне кажется, я не пробовала никакое изделие колбасное. Но тут я увидела, знаете, вот эта вот молочная такая большая колбаса. Вот такая круглая, красивая, розовая. Она лежит. И я представила вот этот батон горячего свежего белого хлеба. Как я его разрезаю, как я мажу его каким-нибудь, я не знаю, рикоттой или сыром. И туда кладу вот эту колбасу. Может быть, еще листья какого-то салата, помидорки, огурчика. Вот это все закрываю вот в такую прекрасную историю типа бургера. И сижу, и поедаю этот батон. И тут я поняла, все, мать, в этот колхоз мне заходить нельзя. Впредь Арс туда будет ездить один. Я быстро схватила вот эти все свои пакеты и поднеслась в сторону двери для того, чтобы, не дай боже, ножка у меня не подскользнулась. И я не нагрешила. Я не купила вот эту всю колбасу и вот этот весь батон и вот это все прочее, которое вот манило меня своими запахами и внешним видом. И вот тут я поняла, слаба, мать, слаба. Я хочу. Все это есть. Но, слава богу, по возвращению домой рассудок мой вернулся на место и я поняла, что если на все это не смотреть, если сильно на это не обращать внимания, об этом не думать, то все-таки жить можно. И такого жора, как в первую беременность, в этот раз у меня, слава богу, нет. Кстати говоря, также десятая неделя моей беременности и я держусь в своем весе как молодец. Я не набрала ни грамма за все эти 10 недель, чего нельзя сказать о первой беременности. В первой беременности я, по-моему, набирала килограмма два в неделю. Так что в этом вопросе я вот прям молодец, могу повесить себе медаль на грудь и радоваться тому, что я не набрала вообще ни грамма. И судя по тому, как я ем, порции у меня умеренные, я не ем очень много вечером, если только съесть какое-то там, не знаю, яблоко или что-то легкое. И в целом в течение дня я понимаю, что я вот не обжираюсь прям, по крайней мере пока. И это дает мне такую большую надежду, что во время этой беременности с весом у меня все-таки все будет хорошо. Единственный момент, я не пью воду, ну или точнее сказать, я ее пью, но не пью ее в нужном количестве. В эту беременность меня как отшибло, я не хочу пить. Точнее сказать, в те моменты, когда я хочу пить, я могу попить свою газированную холодную воду, что не может быть хорошо. И я очень хочу пить сок. То есть для меня вот все фруктовое, вот такой, знаете, самый паскудный адский мультивитаминовый сок, это вот прям супер. Вот прям из пачки. И я с большим-большим удовольствием пью сок. Хотя, опять же, покупаю только детские соки, которые с минимумом сахара и вот насколько, возможно, не вредные. Но об этом я рассказывала уже ранее. Короче, пытаюсь, конечно же, это все умеренно, особо на него не налегаю. И также активности у меня меньше. Это, конечно же, связано с тем, что сейчас очень холодная зима. А такую снежную холодную зиму я не помню вот за последние годы. И вместе с тем, что мы с ребенком дома и гуляем мы с ним вдвоем, то, конечно же, в беременности мне намного-намного сложнее. Через снег, одевая ребенка, таская его по площадке, вот с этим совсем мне намного сложнее. И по сравнению с прошлой беременностью, конечно же, этой активности намного меньше. В прошлый раз начало беременности выпало на лето. Мы с Арсом очень активно путешествовали. Мы ездили в Ригу. Да и в целом мы были в отпуске и были абсолютно свободны планировать свое время так, как нам хочется. И, следовательно, активности у нас было больше. Да, и воду. Конечно же, в жаркое время я пила намного-намного больше. И также еще один симптом, очень приятный в этой беременности, у меня нет опоясывающих болей в нижней части спины и в моих боках. Это очень-очень круто, потому что, вспоминая первую беременность, я прям от этих болей не знала, куда вообще скрыться. Это было действительно очень-очень большим дискомфортом. Я достаточно рано приобрела подушку для беременных, вот эту прям подкову огромную. И, кстати, в этот раз я тоже, опасаясь этих болей, уже с самого начала приобрела подушку для беременных. Она, конечно же, самая лучшая, что в моей жизни может произойти в целом, если говорить про мой сон. Но, слава богу, этих опоясывающих болей у меня в организме в этот раз нет. Это меня очень-очень радует. Ну что ж, подруги, на этом сегодня, наверное, буду заканчивать. Про все симптомы, которые посетили меня, седьмой по десятой неделе рассказала. Также попыталась вспомнить, как это было все в первой беременности, сравнить, есть ли что-то, что схоже или что-то отличается. И, в общем, в целом рассказала все, что могла вам сегодня в этом видеоролике. В следующем нашем выпуске на тему беременности у нас с вами шоппинг. Мы с вами отправимся за первыми покупками для новорожденного малыша. Об этом расскажу в следующий четверг. Обязательно нажимайте на звоночек, дабы не пропустить этот выпуск и чтобы не пропустить самого-самого интересного. В этот раз, в отличие от первой беременности, свои покупки для новорожденного я буду делить по категориям и буду эти покупки совершать постепенно. Так как мы уже практически в конце первого триместра, то я думаю, что мы смело с вами можем приступать к этому приятному делу. И, как я уже сказала, первый наш шоппинг в следующий четверг. Не пропускайте. Ну а на сегодня желаю вам доброго дня и увидимся с вами в моем следующем видеоролике. На этом сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok